Вот значит, выкручиваем шпильку, ось, головка на 13, гаечка на 15. В левую сторону и смещаем. Все достается хорошо. Дальше надо снять пружинку. Вон это пружинка на педаль. Вот. Педаль мы выложили, максимально ровненько поправил, ее так утопил туда и при этом максимально открытая пружина. Вот. Сейчас отверточкой вот этот хвостик подденем. Я надеюсь, что она снимется. Ну, как ставить там такое дело. Вот. Сместили ось вот так вниз, сдвинули педаль просто по вертикали. И снимаем пружину. Вот там Димончик уже включил станочек. Вот такая вот беда, несчастье. Горе пластиковая. Достаем и вставляем туда, в педальный узор тоже с подвыподвертом. Только из-за вот этого вот пружинного рога. Ну, сейчас надо вот это вот переделать. А вот это вот умный станок, который создал еще более умный Димон. Тоже лицо в виде проводе. Космический просто. Потому что такой маленький станок выполняет такие космические вещи, что дальше некуда. Все получается само. Вот из такого поля-циталя вытачиваем стулочки. Вот такие получились стулки. Их можно сделать длиннее, чтобы перекрыть там все внутреннее пространство. Ну, кто такое. Плотненько так одевается, вставляется. Петрович у нас творческий человек. Он все делает нестандартно. Вот решил смазочку сюда проточить. Вот так вот проточил, взял спрей, сейчас намажет, брызнет. Еще он туда нырнет. Подожди, так а может... Вот туда вот. Ну, туда само собой. Вовнутрь всегда надо смазку класть. Природа говорит, учит. Да. Если нет смазки, так фу делаешь и поехали. Все. Все. Все, это не все. Сейчас надо туда на место втулить. Это самое прикольное. Что бы хотел сказать заключение. Как натягивать пружинку. Пружинка закреплена на цилиндре. Цилиндр прикручен вот сюда двумя саморезами. Под ключик на 10. Откручиваем его. И вот там вот черненький пластиковый выступ. Вложимент. Вот когда мы открутили. Чуть вниз его вытащили. Вот этот вот крючочек отсюда. Вот их там два. Вверху и внизу. Там за болтком. Снизу второй. Вот. И когда собрали все. Чипок приложили вниз. Потянули рукой. Щелкнулся. Пружина натянута. То есть, в принципе, не надо там сверху ничего снимать. Вот два болтика открутили. Отвели его в сторону. Подняли вверх. Это отписано в руководстве. Ну, как всегда, мы руководство считаем в последний момент. Ну, вот так вот. Все втулочки на месте. Люфта нет. Как его показать бы там? Вот так вот. Все четко. Все жестенько. Сцепление в самом верху. Свободного хода у педали нет практически. Вот. Для чего стоит концевик? Конечно, немножко непонятно. Вот она. Педалька эта. Для чего? Да кто его знает. Нужна она там? Нет. Что еще? Что еще? Ну, так вроде бы все. Теперь вот все педали в линеечку. Первая, вторая, третья. Стоят ровненько. Все как на новой машинке. Ну, да. Я ж тогда педальку выгибал чуть в сторону. Сейчас можно ее назад поправить. Ну, хотя вот оно все более ровненько, симпатично упирается. Попадает в старое протоптанное место на коврике. То есть как бы вот так вот. Но жара сумасшедшая. Истекаешь потом. Делать надо это в прохладном местечке. Крайне неудобно тут ковыряться. Поэтому надо быть готовым к тому, что на это уйдет. Ну, по крайней мере, у меня с вытачениями со всеми. Ну, вышло где-то 4 часа времени. Так, чтобы не соврать. Вот. Сборка-разборка. Часа два. Ну, и там пока все эти перерывчики. В общем так, по сути, ничего сложного. Но надо заморочиться.